Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава Евангелия от Марка. Я читаю для библейского портала экзегет свой собственный перевод. Восьмая глава такая немножко странная. Евангелие от Марка небольшое, самая маленькая среди всех Евангелий, но восьмая как будто лишняя. Повтора. Вот если бы ее не было, мы бы читали Марка и даже не заметили, что ее нет. Но она есть. Зачем? Давайте задумаемся. В те дни снова была там большая толпа, а есть им было нечего. Ну, только что была такая же история, да? Он подозвал учеников и говорит им, жаль мне народа, они со мной уже три дня, а есть им нечего. А если я отправлю их голодными по домам, ослабеют и не дойдут, ведь многие из них пришли издалека. Но в тот раз ученики сами подошли к Иисусу и сказали ему, отпусти народ, чтобы они добыли себе пропитание, они ничего не ели, да? А тут он говорит, мне их жалко. Ученики, может быть, уже так привыкли, что он решает себе проблемы, что они не беспокоятся ни о чем. Почему тогда он говорит им об этом? Он как бы передает ученикам ответственность за этих людей, говорит, вы сделайте что-то на эту тему. Ученики ответили ему, откуда же здесь в пустыне взять хлеба, чтобы их накормить? Странно. Они не заметили, что эти люди голодны? То есть, получается, что, может быть, они уже настолько привыкли действительно к тому, что все вопросы решаются, что они особенно и не пытаются их решить сами. И приходится им об этом напоминать. Он спросил их, сколько у вас хлебов? Семь, отвечали они, тогда было пять, да? Он велел народу устроиться на земле, а сам, взяв хлебы, благословил и разломил их, и стал давать их своим ученикам, чтобы они передавали дальше. И так они раздали все народу. Было еще там несколько рыбок, он их благословил и сказал, чтобы их раздали. Все наелись досы, а остатков хлеба набралось семь корзин, а было там четыре тысячи людей. Тогда он их отпустил. И никто уже не удивляется. Привычка. Вот с нами такой замечательный, чудесный Иисус, который все для нас сделает. Замечательно. Нам даже волноваться не нужно. И сразу же сев в лодку, он отправился с учениками в сторону Далмануты. Ну, это какое-то небольшое селение, толком никто не знает, где оно. Но это все вокруг Галилейского озера. Пришли к нему фарисеи и вступили в спор. Снова тоже ничего нового не происходит пока. Они требовали от него знамени с неба и искушали его. А почему? Он приходит не просто как их сторонник, последователь, даже не как спорчик с ними. Он приходит как тот, кто устанавливает свои законы бытия. Покажи нам знамени. Докажи нам, что ты имеешь право. Вот у нас своя традиция, у нас свои правила, у нас все свое. Мы, собственно, духовная элита народа. А тут вдруг ты, выскочка. Если ты немедленно не предъявишь нам большое удостоверение от Бога, а что это может быть? Некое знамение с неба, там молния сойдет, да, как или я низводил огонь с неба, или другие истории про пророков подобные. Вот тогда мы согласимся. Фактически они пытаются опровергнуть его право на проповедь, на эти самые чудеса. Одни уже привыкли, что это здорово, когда он с ними и все для них делает, а другие, наоборот, несколько устали от того, что он все делает для людей, а с ними не советуется без их разрешения творить чудеса, и пора бы это прекратить. Чудеса-то как-то вот не помогают понять людям, что на самом деле главное здесь. Тяжело вздохнув, он говорит, этот род требует знамени. Аминь, говорю вам, не будет дано знамени этому роду. Почему? Только что ведь было столько чудес, что жалко еще одно сотворить. А вот когда чудо становится инструментом, когда чудо становится такой палочкой-выручалочкой, а вы мне не верите? Хоп, а я чудо сотворю, поверите? Вы же сами сказали. Вот так не будет. То есть, смотрите, вот все эти вещи, они происходят не для того, чтобы удовлетворить любопытство праздных, не для того, чтобы дать документ удостоверения, показать маловерным, не для того, чтобы что-то вообще кому-то доказать. Вот Иисусу не надо никому ничего доказывать. Они происходят потому, что умерла девочка, и надо, чтобы она жила, как в его присутствии будут умирать дети. Они происходят потому, что вот сидят голодные люди, и неоткуда взять хлеба их накормить. И нужно, чтобы они наелись, потому что кто в его присутствии будет голодным. Они происходят потому, что когда приходит царствие Божие, то законы земного царства уже не очень важны. А важно, чтобы люди в его присутствии действительно жили полноценной жизнью. Но это не по заказу. Оставив их он в лодке, отправился обратно на ту сторону. Не стал ничего доказывать, не стал ругаться с ними. Мне бы так уметь. А ученики забыли взять с собой хлеба. Они уже не думают об этих вещах. Куда там? Все. Так что в лодке не было у них ни кусочка. Он стал их наставлять. Смотрите, остригайтесь закваски, фарисейской иродовой закваски. Закваска, это сейчас, наверное, немногие пекут сами хлеб. То, что остается от предыдущего замеса теста, тогда не было дрожжей в пакетиках из магазина. А вот этот замес, он содержал в себе дрожжевые бактерии. И вот этот кусочек бросали в новое тесто, и бактерии, размножаясь, сбраживали новый замес. И вот он им говорит, не берите у фарисеев и иродиану вот эту вот закваску. Закваска, это то, что осталось от прошлого замеса. Они стали рассуждать между собой, мол, он про то, что хлеба у них нет. Ну да, как-то уже вот про хлеб все более-менее понятно, что с ним особо и не надо. Ой, он, наверное, нас упрекает, что мы не взяли. Он это понял и сказал. Что это вы между собой рассуждаете, мол, хлеба у вас нет? Вы так и не поняли, не осознали. Сердце ваше так и осталось окаменевшим. Глаза у вас есть, они видите, уши есть, они слышите и не помните. Когда я пять хлебов разломил для пяти тысяч человек, сколько вы набрали корзин, наполненных остатками? Они говорят ему двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько набралось у вас корзинок, полных остатков? Говорят ему семь. Он сказал им, вы так и не понимаете? То есть хлеб не очень важен сам по себе. Это образ. Но человек любит, чтобы все было конкретно. Вот покушать, попить, безопасность, чтобы была, чтобы вот власть какая-то определенная, или может быть даже наоборот, независимость от власти. Вот это все понятно. А какие-то более высокие материи, что значит закваска фарисейская, которая здесь упомянута? Это какие-то фарисейские подходы, которые способны сбродить все тесто, то есть изменить всю духовную жизнь человека. Вот на фарисейский лад. И иродовая закваска. Что такое иродовая закваска? Ну, это уже политическая власть. Это уже стремление все контролировать. Вот ирод Иоанна Крестителя убил. Почему? Потому что тот его обличал. Ну, а там целая история. На самом деле он бы так не убил, если бы не его престиж, если бы не его обещание перед всеми гостями дать, значит, дочке своей возлюбленной женщине то, чего она попросит, и все такое прочее. Вот не берите этого за основу своей жизни. Не примешивайте этого к своим решениям, к своему отношению с Богом. А они все про хлеб. Так они приблили в Саиду, еще один городок. Вот прямо вся эта география около Галилейской у нас. Там приводят к нему слепого и просят, чтобы он его коснулся. Опять исцеление. Да, вот все повторы, повторы, повторы в этой главе. Он взял слепого за руку, вывел из того исцеления, плюнул ему в глаза, такой довольно грубый жест для нас, возложил на него руки и спросил, «Ты что, ты видишь?» Тот огляделся и ответил, «Вижу людей, они как деревья, но замечаю, что они ходят». Иисус снова возложил ему руки на глаза, тот прозрел, исцелился и стал все видеть отчетливо. Значит, первые люди как деревья, ну, то есть он различал только в общих чертах контуры, да, но не мог отделить человека от дерева. Почему не сразу? Не знаю, вот честно говорю, не знаю. Но интересно, что эти исцеления, они тоже с помощью разных каких-то вот действий производятся, в том числе с помощью совершенно таких земных и простых. Там был глухой, которого он исцелил, вложив ему пальцы в уши и так далее. Тот прозрел, исцелился и стал все видеть отчетливо. Иисус отправил его домой со словами, «Только в селение не заходи». Странно, да? Вот, ну, видимо, это вариант, никому ничего не рассказывай, это уже было, когда он исцеляет людей, просит их сохранять молчание, что, конечно, почти никогда не исполняется. Иисус вместе с учениками отправился в окрестности Кесарии и Филипповой. Это довольно большой город после всех этих небольших селений. По дороге он спросил своих учеников, «Кем считают меня люди?» Вот пора уже с этим разобраться, да? До сих пор просто их удивление, просто толпа, которые приходят. А кто? Кто вот? Они ему ответили так, «Кто Иоанном Крестителем, как Ирод, да, то есть казненный только что большой пророк, который, наверное, воскрес из мертва, кто Ильей? При Илье мы говорили, что он вознесся на небо, и поэтому он должен был, согласно представлениям многих иудеев того времени, в том же виде вернуться, и, значит, вот он вернулся, и он творит чудеса». Или же кем-то другим из пророков. Вот смотрите, такая довольно понятная логика. Появляется человек с особыми способностями, наверное, это вернулся кто-то из великих древних, у кого эти способности были. Тогда он спросил их, «А вы кем считаете меня?» И Петр ему отвечал, «Ты, Христос». Для нас сегодня, конечно, это слово звучит очень знакомо. Тогда оно бы сначала помазанника, мессию того, кого ждали долгие поколения, и поверить в приход, которого было довольно трудно, что вот он и есть тот, кого они ждут, идеальный царь, посланник Бога, помазанник тот, кто явит царство Божие на земле. Но он им запретил, кому бы то ни было, рассказывать о себе. Почему? Мне кажется, мы пока этого даже не можем здесь понять. Так же, как он запрещал исцеленным от болезней или тем, из кого изгнал злых духов. Ну ладно, там он, допустим, не хотел лишней шумихи. А вот здесь почему? То есть, как будто это какая-то загадка, которую каждый должен разгадать сам. Тогда он начал им объяснять, что сыну человеческому, так он называет себя, и это выражение из книги пророка Даниила, но одновременно это и выражение, которое можно просто перевести как человек. Он говорит о себе, как о человеке. Что сыну человеческому предстоят великие страдания и отвержения со стороны старейшин, предусвещенников и книжников, что будет он убит и через три дня воскреснет. И он говорил им это открыто. Смотрите, вот сказать, пришел Мессия, пришел Христос, наверное, означает сказать, все теперь будет хорошо, все будет просто замечательно, у нас наступает царство Божье. А вдруг оказывается, что сначала что-то будет плохо. И тут, обернувшись, оглядев своих учеников, он сделал Петру строгий выговор. «Прочь сатана, но у меня у тебя не Божья, а человеческая». Сатана — это противник на древнееврейском языке, и здесь он, судя по всему, говорит Петру, который только что признал, «ты Христос», очень резко, и выговаривает ему, мы не понимаем за что. В параллельных местах других Евангелиях, да, есть эта история, то есть Петр отговаривает его от этих страданий. Но ведь это еще тоже очень важное сопоставление. Петр видит в нем Мессию, видит в нем Христа, но видит слишком по-человечески. Может быть, Христа как победителя римлян, как царя, который провозгласит свою власть над Израилем, который установит все, как он хочет, говорит Петр, да, потому что он же понимает, как нужно. И вот это все слишком человеческое. И, может быть, запрет говорить связан еще с этим, что Петр тут же пойдет и начнет всем рассказывать свою человеческую версию, не понимая сути, а всего лишь надеясь на то, что все теперь станет так, как он хочет. А потом он подозвал народ вместе с учениками и сказал им, «Кто хочет быть моим последователем, пусть отречется от себя самого, поднимет крест, на котором его распнута идет, за мной следом». А несение креста — это не обряд какой-то, а сегодня так называют, в общем-то, часто перенесение любых трудностей или просто даже какую-то привычную жизнь. Это подготовка к казни. Римляне, как правило, распиная, заставляли приговоренных нести свой крест, то есть просто брать поперечную перекладину на плечи и нести ее к месту казни. И человек как бы сам готовит свою смерть, причем смерть мучительную и позорную. Если это переводить на простой язык, получится пусть признает себя достойным мучительной и позорной смерти, не сопротивляется, а наоборот способствует тому, чтобы это случилось. «Ты Мессия, — говорит ему Петр, — ты победишь всех, вот прямо сейчас». А Иисус отвечает, «Ты хочешь быть со мной, приготовься к тому, что тебя мучительно и позорно убьют». Прямо противоположная вещь. «Пусть отречется от себя самого, поднимет крест, на котором его распнута идет за мной следом. Кто захочет сберечь свою душу, тот ее погубит. А кто погубит ее ради меня и ради Евангелия, тот ее сбережет. Какая выгода человеку приобрести весь мир ценой ущерба для своей души? Что значит сберечь душу, погубить душу? Разве это не про вечность? Видимо, душа здесь скорее жизнь. То есть человек, который любой ценой сохраняет жизнь, он на самом деле губит себя. Человек, который отдает жизнь ради Евангелия и Иисуса, тот ее сберегает, обретает. «Какой выкуп сможет дать человек за свою душу? Кто в этом роде развратным и грешным постыдится признать меня и мои слова, того постыдится признать и Сын Человеческий, когда явится во славе Отца со святыми ангелами». Ну и вот еще одно объяснение. Ведь если все так плохо, если нужно погибнуть, если нужно потерпеть поражение, ведь люди могут отсчетнуться, могут сказать, нет, но этого мы не хотим, нам бы вот как-нибудь потриумфальнее, если можно. Люди не хотят ассоциировать себя с поражением, со страданием, со смертью. Но фактически, он говорит, что через это нужно пройти, для того, чтобы прийти к славе. И мне прийти к славе и вам, как моим последователям. Но пока что достаточно обтекаемо. Пока что это разговор в тех самых притчах, которые не очень понятны, не только всему народу, но еще и его ученикам. И в девятой главе будет попытка им это объяснить.